Шанс. Там да ты. Слот-Сити. На фоне войны Евросоюз признал группировку ХАМАС террористической организацией. Сегодня Пескова спросили, собирается ли это сделать Кремль. Сохраняй свои позиции как страны, которые имеют потенциал участия в протезе группирования. Ну, Песков просто грамотно съехал с вопроса. И тут вспоминается, как еще год назад Лавров встречался с представителями террористов в Москве и обменивался с ними комплиментами. А вот как Путин прокомментировал конфликт. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщины оставьте в покое. Это касается обеих сторон. Ну, удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию, неизвестно. Но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Кстати говоря, в том числе и в сфере энергетики. Переживает за женщин и детей. При этом сам ведет войну, которую уже полтора года не щадит никого. Из слов Путина понятно, что он на стороне Палестины. Так он заявил, что выступает за создание палестинского государства и что мусульмане всего мира сейчас чувствуют несправедливость, возведенную в невероятную степень. Действительно, проблема непризнания Палестины должна обсуждаться. Тем более, что создание государства закреплено решением ООН. Однако в ситуации вероломного нападения террористов на Израиль и его мирных жителей нужно однозначно поддержать последних. А этого Путин не сделал. По-моему, это вообще единственная страна, которая вот так себя ведет. Израиль переходит от освобождения своей территории к фазе полномасштабного наступления. По словам министра обороны Юава Галланта, война может затянуться на недели или месяцы. Однако сектор газа больше никогда не вернется к тому, что было раньше. Об этом генерал сказал на встрече с израильскими солдатами. Я снял все ограничения. Мы взяли ситуацию под контроль и переходим к полномасштабному наступлению. У вас будет возможность изменить реальность. Вы видели, какую цену приходится платить. И вы увидите, как все изменится. Хамас хотел перемен в газе, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали боевики. Тот, кто придет обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, мы уничтожим его со всеми силами и без компромиссов. Число погибших в результате нападения Хамас на Израиль выросло до 1200 человек. По предварительным данным, более 3500 человек ранены. Журналистов пустили в Кибуц Кфар-Аза, который находится недалеко от границы с сектором газа. Террористы Хамас убивали жителей целыми семьями. Израильский офицер, который находился на месте, сообщил журналистам, что тела некоторых погибших были обезглавлены. Бои в Кибуце продолжились до утра 10 октября. Волонтеры из центра ЗААКа обнаружили здесь тела 200 израильтян, в том числе 40 детей. Кроме того, в сети появилось фото контейнера с сожженными телами местных жителей. Мы не можем вам показать его по этическим соображениям. И тем временем представитель армии обороны Израиля в разговоре с СНН назвал произошедшее в Кибуце резней. А во вторник командование тыла призвало израильтян запастись всем необходимым на 72 часа и быть готовыми провести их в укрытиях. Нам удалось связаться с Сержем Альперном. Мужчина проживает со своей семьей в поселке Цур-Хадаса в 12 километрах от Иерусалима. Как сейчас выглядит ситуация в городе? Есть ли дефицит продуктов или медикаментов? Есть ли паника среди людей? Фрагмент нашего разговора прямо сейчас вашему вниманию. В самый первый день войны мы сидели в нашем бомбоубежище, которое у нас в каждой квартире существует, практически полдня. Дело в том, что наш городок, конечно, никакого интереса для террористов не представляет, но прямо над ним пролегает трасса между Газой и Иерусалимом. Поэтому у нас было каждый раз, когда стреляли в нашем направлении, была воздушная тревога. Жизнь как бы чисто по внешним параметрам та же самая, но люди неохотно выходят на улицу. Я тоже, особенно с детьми школы, они и детские сады не работают. Магазины работают, но вчера один супермаркет закрыли на час раньше времени, потому что кончились продукты. Там не было в магазинах толкучки, никто друг у друга макароны не забирал. Все спокойно стояли в очереди. И наоборот, я говорю, вот в чатах люди пишут, вот я там-то, там-то видел то-то, то-то. Ребята, кому купить? В нашей семье трое детей, старшему почти 17. И Даша с ним поговорила, но он и сам знает и видит в всяких интернетах, что происходит. Да и у него есть ухо тоже. Когда мы в 2014 году жили в Аждоде, мы там даже попали прямо под обстрел. То есть мы были на улице, когда над нами летели ракеты. Мне, во-первых, не страшно. Просто потому, что я прекрасно понимаю, во-первых, с точки зрения технической, вероятность того, что именно наш городок попадет ракетой, и что она выберет именно меня, она практически нулевая. Все-таки сюда они не стреляют. Во-вторых, я пережил в 1991 году атаки скадов из Ирака, когда Саддам Хусейн вел войну с Кувейтом, и американцы вмешались, и он в отместку начал бомбить Израиль. Настроение, я могу сказать, прежде всего, это злость на то, что такое произошло. Злость и на наше правительство, которое допустило такое, и было совершенно не готово. И злость, и ненависть по отношению к этим террористам, которые творят совершенно нечеловеческие преступления, и убивают мирных жителей сознательно. Знаете, в этой жизни бывают моменты, я имею в виду это в буквальном смысле слова, когда на мир обрушивается чистое, ничем не прикрытое зло. В эти выходные народ Израиля пережил один из таких моментов. Кровавые руки террористической организации Хамас, целью существования которой является убийство евреев. Это был акт абсолютного зла. Более тысячи мирных жителей были убиты. Не просто убиты, а уничтожены в Израиле. В их числе убиты по меньшей мере 14 американских граждан. Родители погибали, закрывая детей своими телами. Поступали леденящая кровь сообщения об убийствах младенцев. Уничтожение целых семей. Молодые люди, участвовавшие в музыкальном фестивале в честь мира, стали жертвами массовых убийств. Женщин насиловали, на них нападали, их выставляли в качестве трофеев. Семьи часами прятали свой страх, отчаянно пытаясь уговорить своих детей вести себя тише, чтобы не привлекать внимания. И тысячи раненых, живых, но унесших с собой пулевые и осколочные ранения, и память о том, что они пережили. Вы знаете, что такие травмы не проходят бесследно. Боевики Хамас уже отреагировали на заявление Байдена. Они назвали его подстрекательством, которое нацелено на эксплуатацию напряженности и направлено против палестинского народа. Группировка объявила на пятницу день всеобщей мобилизации во всем исламском мире. Тем временем первый самолет с американскими боеприпасами уже приземлился в Израиле, а к берегам страны прибыл авианосец Джеральд Фу. Перемирие отвергают и Хамас, и Цахал. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ответ будет страшным и объявил происходящее настоящей войной. Нетаньяху ввел в действие параграф 40 алиф, и теперь армия Израиля может действовать самостоятельно, получив полную свободу действия. В прошлый раз для понимания этот параграф вводили в действие во время войны судного дня, то есть 50 лет назад. Президент США решил не мелочиться и собирается запросить для незалежной аж 100 миллиардов долларов.